Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие телезрители, мои подписчики. Рад вас снова приветствовать в чудном славном городе Барселона. Прекрасная погода, отличная компания. Много интересного мы посмотрели, много всего интересного купили. И в том числе, вот сейчас покажу еще одну свою покупку, свое приобретение, с которым связана некая история. А Рабат это название магазина? Да, Рабат это название магазина, оно ни о чем не говорит. Это просто местная фирма, которая занимается продажей ювелирных украшений, дорогих телефонов, часов и всяких разных аксессуаров. А это ж местные разные фирмы? Я сегодня приобрел чехольчик для своего телефона вверху. Вы, наверное, видели один из моих последних роликов, я рассказывал там в свое время про телефоны вверху. И вот сегодня, такая мне возможность предоставилась, я приобрел себе еще один чехольчик вверху. Вот он белого цвета, сделан он из страуса, кожи страуса, видите, да? Таких пупырышек. Вот, это все ручной работы. Вот здесь вот написано, что это hand made in England. Вот. Вот этот чехол в Москве стоит где-то в районе 20 тысяч рублей. Это где-то порядка 500 евро. Мы в основном испанские чехлы. А здесь я его купил за 350 евро. То есть пополам практически, там 12 тысяч рублей. И вот чехольчик, он очень удобный, то, что его можно носить в руках. Вот так вот телефон сюда убирается. Летний вариант. И вот так вот, это летний вариант. У меня машина белого цвета, кабриолет. И у меня будет беленький чехольчик под эту машинку. Так что, вот еще одно вот такое вот у нас прекрасное приобретение. Я рад, что мы купили именно это в Барселоне. Потому что это вещь, которая вне времени. И это вещь, которая прослужит много лет. Потому что я человек аккуратный. И к вещам отношусь очень с любовью. И я думаю, что мне этот чехольчик прослужит очень дорого. А еще расскажи историю про... История связана с этим чехлом такая, что я в свое время попросил друга моего с Израилем, Серегу, с Татьяной, посмотреть, есть ли у них там в Израиле вот эти чехлы. Потому что они в основном все под заказ шьются. И ждать их нужно где-то в районе месяца. Вот так вот. И когда они стали узнавать в Израиле у себя про чехлы Верту и Страуса, это был смех. Потому что ни хрена нигде такого даже не то, что не видели, даже не слышали. И он позвонил своим друзьям в Лос-Анджелесе, попросил их тоже, родственникам, узнать, продаются ли у них там такие чехлы из Страуса. В ответ тоже был смех. Они были все в шоке. Они были все в шоке. Теперь у него, теперь все его подкалывают и говорят, что да, где-то там еще нашел там или нет свои чехлы из Страуса. Так что Серый и Татьяна с Израилем, вот я вам говорю, что мы этот чехол из Страуса нашли. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Именно в Барселоне. Ну все, ребята, давайте обмоем это дело. Будьте счастливы. Чао. Пока.